В ближайшее время в коллекции крупнейшего музея России и Эрмитажу появится еще один экспонат. Им станет Александровская колонна. Накануне монументу, который был воздвигнут в память о победе над французскими войсками, исполнилось 175 лет. На празднование юбилея побывал наш корреспондент Александр Чиженок. Петербург отпраздновал день рождения одного из самых известных своих символов. 175 лет назад грандиозным парадом в присутствии 100 тысяч жителей была открыта Александровская колонна. Монумент в честь победы над Наполеоном. В честь юбилея церемонию решили повторить с документальной точностью. В малом объеме полностью воссоздали этот парад. Как бы маленький. Если у нас там стояло 10 тысяч войск, то сейчас у нас стоит всего 500 человек. Но выносят знамена также всех полков, которые участвовали в 812 году в победе над Наполеоном. Знамена подлинные из коллекции Эрмитажа. Поэтому, чтобы не повредить раритеты, их решили не расчехлять дождливую погоду. Но именно эти древки, идя в бой, держали в руках знаменосца Измайловского, Литовского, Московского, Волынского, Кавалергарского, Конного и Кексгольнского полков. Если победа над Наполеоном стала триумфом русского оружия, то памятник в ее честь торжеством русского инженерного искусства. Работа над ним продолжалась около четырех лет, но сам 47-метровый гранитный монолит при помощи воротов подняли за полтора часа. В отличие от Вандомской колонны в Париже, с которой часто сравнивают Александровскую, ее увенчали фигуры не императора, но ангела, попирающего вражду и злобу. Сегодня мы его могли бы и не увидеть, если бы осуществились планы большевиков. В 20-е годы, когда руководил революционным Петроградом Григорий Васильевич Зиновьев, он высказался, что надо бы Ленина поставить после смерти вождя, когда по предложению Зиновьева Петроград был переименован в Ленинград, вот Лениным заменить Александровскую колонну. Но это только были слова. И Зиновьева скоро не стало, и снять скульптуру ангела, демонтировать ее и установить что-то на ней новое, просто технически невероятно сложно. Поэтому всерьез никто к этому не приступал. Техническая сложность мешала и проведению серьезного капитального ремонта. На протяжении 20-го века предпринимались лишь меры косметического характера. Комплексную научную реставрацию удалось осуществить лишь в начале века 21-го. После окончания работ реставраторы гарантировали сохранность памятника на многие десятилетия вперед. Разумеется, при условии регулярного мониторинга. А вот в его юридическом статусе грядут существенные перемены. Сейчас идет процесс передачи Александровской колонны в ведение Эрмитажа. Директор музея надеется, что тогда он сможет восстановить и установленную несколько лет назад решетку, орлы с которой, несмотря на все защитные системы, разлетаются к любителям сувениров. Ну, надо сказать, что эта решетка, несчастная, спасла все это остальное, при том уровне вандализма, который отличает наших соотечественников. Чтобы избежать бюрократических проблем, колонны передают Эрмитажу не как недвижимость, а в виде экспоната, самого большого в коллекции крупнейшего музея России. Александр Чижинок, Александр Плешкин, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.